Приветствую всех на канале Автоинструктор 62. Продолжаем тему обгона. Сегодня мы будем разбирать два важнейших ролика, два важнейших вопроса. Как нам рассчитать время на обгон и как вам уметь находить ответ на свой вопрос, когда вы смотрите на встречный поток, оценивая его скорость, оценивая расстояние, успею я сейчас обогнать или нет. Поехали! Итак, обгон, как я уже говорил в предыдущих роликах, это очень опасный маневр. Ошибаться при котором ну никак нельзя. Некоторые ошибки при выполнении обгона приводят к плачевным последствиям. И одна из них это неправильный расчет времени на выполнение данного маневра. Посмотрите на экран. Вы видите картинку. У водителя в данном случае возникает вопрос. Успею я сейчас обогнать или не успею? Как думаете вы, успеет водитель обогнать автомобиль или не успеет? Правильный ответ и да и нет, потому что это зависит от действий водителя, который собирается обогнать. И от его знаний. Итак, что нам нужно для того, чтобы ответить себе на данный вопрос? Успею я сейчас обогнать данный автомобиль или не успею до встречного потока? А для этого нам нужно три вещи и каждую мы сейчас будем разбирать отдельно. Первое. Мы должны уметь рассчитывать время на обгон. Потому что автомобили разные. Нажатие на педаль газа на каждом автомобиле будет своя реакция. Второе. Вы должны уметь рассчитывать расстояние до встречного автомобиля и примерную скорость. То есть вы должны рассчитать сколько у вас секунд до того момента, как вы встретились бы со встречным автомобилем. Ну и третье, что нам нужно, это правильный алгоритм действий. Иногда, как я уже говорил, вот на данной картинке, которую я показывал ранее, мы можем успеть обогнать и не успеть. Но это зависит и от алгоритма действий, и от возможности, способности вашего автомобиля. Ну а теперь давайте обо всем по порядку. А вот к этой картинке мы вернемся чуть позже. Теперь разбираем один из самых сложных вопросов. Как же нам рассчитать времени на обгон? Нам обязательно нужно отвечать себе на этот вопрос, для того, чтобы понимать, успею я сейчас обогнать или нет. Смотрите, здесь не так все просто. Автомобили у нас разные. Мы можем начинать обгонять на Жигуля, где у нас 70 лошадиных сил. А мы можем начинать обгонять на какой-нибудь современной машине, да, на современном автомобиле, где 200 лошадиных сил под капотом. Вы нажимаете на педаль газа 3-4-5 сантиметра, ну, к примеру, на разной машине будет разная реакция. На какой-то машине вы начнете вминаться в сидение от разгона, у вас будет очень интенсивное ускорение. Конечно же, на этом автомобиле времени на разгон вам нужно будет гораздо меньше, чем на автомобиле, который менее мощный двигатель. Поэтому, в первую очередь, время на обгон зависит от способности вашего автомобиля, а именно от мощности двигателя. Если мы возьмем средний автомобиль 100 лошадиных сил, 110-120, ну, скажем, от 80 до 120, да, давайте возьмем такой среднестандартный автомобиль. Так вот, вы нажимаете на газ 5 сантиметров, например, все равно реакция будет в какие-то моменты разной. Почему? Потому что мы не можем только учитывать мощность двигателя. А как же горочка? Если вы едете в горочку, соответственно, нагрузка на двигатель возрастает. Вы уже не обгоните за то время, когда вы едете по прямой или с горочки, да. Чем круче подъем, тем больше времени на обгон. Это понятно, да, потому что двигателю тяжело тянуть вес автомобиля. Если вы едете с горочки вниз, то все наоборот. Вот. Дальше вы можете быть груженой, вы можете перевозить какой-то груз, там, несколько мешков цемента. У вас на заднем сиденье может сидеть три таких дязьки, как я, да. То есть, соответственно, чем больше вес автомобиля, тем больше времени на обгон, потому что нагрузка на двигатель снова возрастает. Еще момент. Если у вас много включенных электроприборов, вы едете, например, с включенным кондиционером, соответственно, в данной ситуации вы тоже будете нажимать на газ, машина немножко тупеет на разгон. Вы можете это сами проверить. Включите кондиционер, вот едете вы, например, на одной и той же машине 90 км в час. Нажмите газ в пол, ну или так интенсивно, с включенным кондиционером, а потом на той же скорости без включенного кондиционера. Вы ощутите разницу, что с включенным кондиционером машина как бы немножечко тупит, да, она тупеет на разгон. Поэтому видите, сколько факторов, которые влияют на время, сколько вам потребуется время обогнать какое-то транспортное средство именно на своем автомобиле, да, учитывая мощность вашего автомобиля. Но, тем не менее, вы должны примерно понимать, сколько вам нужно секунд для того, чтобы набрать определенную скорость к той, которая была, да, то есть едете вы, например, 80, перед вами фура едет 80, чтобы обогнать, вы же начинаете ускоряться, да, вам до соточки нужно примерно разогнаться. Вот сколько вам на вашем автомобиле нужно времени для того, чтобы набрать эту скорость. Мы едем 80, да, давайте посчитаем на моем автомобиле. Нажимаю на газ, считаем раз, два, три, четыре, пять, шесть секунд мне потребовалось. То есть вы должны понимать, еще один момент, сколько в секунду вы проезжаете времени. Это тоже очень важно для того, чтобы рассчитать расстояние до встречного автомобиля, да, и примерно понять, сколько у вас секунд. Чтобы вам было в помощь, я вам сделал табличку. Сейчас вы на экранах видите вот эту табличку, вы можете ее сделать скриншот, да, запомнить, ну и примерно, чтобы хотя бы у вас была как за основу, да. То есть, видите, если мы едем там 90 км в час, мы проезжаем 25 метров в секунду. Ну что ж, а теперь мы переходим к практическим действиям. Чтобы нам ответить на вопрос, успею я обогнать или нет, мы должны знать, за сколько времени мы обгоним легковой автомобиль, а сколько времени вам потребуется для того, чтобы обогнать грузовой автомобиль, учитывая вот эти все факторы. Горочка, с горочки, груженая машина, не груженая машина. Я вам сейчас буду показывать упражнения на своем автомобиле Volkswagen Polo, шестиступенчатый автомат, 110 лошадиных сил. Вы это же самое можете проделать именно со своим автомобилем, учитывая мощность двигателя вашего автомобиля, да, как он реагирует на нажатие на газ в той или иной ситуации. Итак, мы на трассе, двухполосная дорога. Мы будем имитировать обгон, когда мы будем якобы обгонять автомобиль в правой полосе. На самом деле мы будем его обережать, да, так как мы не выезжаем на встречку. Но, с другой стороны, это будет имитация обгона. При тренировке как раз я и советую начинать именно с такой дороги, чтобы реальную встречку вам не выезжать. Итак, набираем определенную скорость, выбираем автомобиль. Берем сначала легковой автомобиль. И на автомате есть режим кикдаун, да, посмотрите, вот этот ролик, я там подробно все объясняю. В двух словах это интенсивное ускорение. Мы сейчас сначала попробуем обогнать легковой автомобиль без кикдауна. Но я когда буду говорить кикдаун, мы будем понимать, что на механике это равносильно включение пониженной передачи, да, такое же интенсивное ускорение. А второй раз мы будем уже обгонять тот же легковой автомобиль с включением режима кикдауна и посмотрим разницу. Продолжение следует... После этих примеров лично я для себя сделал такие выводы, что если я еду с пустым багажником, без кондиционера, по прямой, не с горки, именно на данном автомобиле, Volkswagen Polo 110 лошадиных сил, для того, чтобы обогнать легковой автомобиль, мне нужно с режимом кикдауна 5-6 секунд, без режима кикдауна 10-11 секунд. Вы также можете проделать данное упражнение. Здесь еще очень-очень важный момент. Многие скажут, да, это очень много, я обгоняю гораздо быстрее. Одно дело, вы двигаетесь в начале обгона с той же скоростью, что и обгоняемый, то есть он едет 80, и вы за ним едете 80 и ждете момента. Другое же дело, когда он едет 80 где-то за 100 метров, а вы едете 100-110, и попадаете так, что подъезжая к нему нет встречки, вы просто одним махом объезжаете, его объезжаете. Конечно же, в данной ситуации вам на обгон тоже понадобится в районе 5 секунд, даже без включения каких-то кикдаунов. Потому что изначально скорость ваша с обгоняемым была не равна, да, он 80, а вы ехали сотку. А мы сейчас рассматривали примеры, когда и мы двигались 80, и он двигался 80. Теперь мы то же самое можем проделать с грузовым автомобилем. Грузовой автомобиль, как правило, в три раза длиннее ликового автомобиля. Но это не значит, что вам понадобится в три раза больше времени на обгон. Часть времени обгона общего мы тратим на разгон автомобиля, а не на сам обгон. Включая поворотник газ в пол. Как видите, разница тоже существенная. Для того, чтобы мне обогнать на моем автомобиле Volkswagen Polo 110 лошадиных сил пустой автомобиль без кондиционера по прямой, это все важно, ребят. Мне понадобилось 13 секунд без включения кикдауна и 7 секунд с включением кикдауна. Это мы двигались с той же скоростью. Что если бы мы двигались за этой фурой, например, 110, а эта фура едет 70, да, то есть наша скорость была бы в 40 км в разнице. И если бы не было встречки, мы бы ее обогнали там за 4-5 секунд. Понимаете? Поэтому это тоже влияет. Вы начинаете обгон. У вас та же скорость, что и обгоняемого? Или вы начинаете обгон, когда вы едете на 20-30 км больше? Вам нужно на своем автомобиле, также на двухполосной дороге. Почему на двухполосной? Чтобы вы опережали, имитировая обгон. Вы по алгоритму действий делаете все то же самое. Но если вдруг вы что-то где-то не подрассчитаете, вы удар в лоб не получите, да, потому что там нет встречки. Вы ее просто имитируете. И ищите для себя, высчитывайте свои цифры. Идем дальше. То есть мы теперь знаем, сколько примерно времени нужно вам, лично вам, на вашем автомобиле на обгон. Теперь вам нужно учиться оценивать расстояние. Тоже есть такое упражнение. В двух словах сначала в теории, потом на практике. Вы смотрите на встречный поток, и у вас возникает вопрос. А вот сейчас бы я успел обогнать или нет? А вы вот с этой же секунды начните считать до того момента, когда вы бы встретились со встречкой. Если вы насчитываете 8 секунд, 7 и больше, значит вы бы успели обогнать. Вы же уже знаете, сколько вам нужно времени на обгон. В зависимости, горка, не горка, там, да, и так далее, и так далее. Если вы считаете 3-4 секунды, вы бы уже с ним столкнулись, вы бы не успели. И вы вот эти расстояния просто запоминаете. Ну, давайте посчитаем. Вот сейчас проезжает этот, до следующего успеем. Раз, два, три. И лобовое столкновение. 3 секунды. За 3 секунды вы бы ничего не успели, даже с кикдауном. А сейчас считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот этого времени вам бы, вот этого расстояния, мне бы хватило. То есть, когда вот вы видите далеко какую-то машину, и у вас возникает вопрос, интересно, а вот сейчас бы я успел обогнать или нет? А вы посчитайте, сколько проходит секунд, учитывая его скорость и вашу, когда вы вот здесь встречаетесь, да, вот рядом с этим автомобилем. Вы же уже знаете, сколько вам нужно времени примерно, да, на обгон легкового автомобиля, грузового автомобиля, с применением режима кикдаун, либо пониженной на механике, либо без этого. Вы уже знаете, что мы от 5 до 10 секунд. Вот и смотрите, и считайте, как бы, и вы уже со временем научитесь понимать. Ну, вот сейчас успел бы обогнать, да, в белой машине? Считаем время. Три, четыре секунды. Ну, вряд ли бы я успел, если только прям вот создав аварийную ситуацию. А вот сейчас смотрите издалека, да, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну, почти 10 секунд. И вот только с этим Opel мы встречаемся, да, то есть мы бы по-любому успели, даже без режима кикдаун. И вы это расстояние запоминаете. Но имейте в виду, что встречный автомобиль может двигаться 70 км в час, а он может двигаться 150. Редко, но бывает. Но 120 это стандарт. То есть вы должны понимать, сколько в секунду вы проезжаете. Вот если вы едете 90 км в час, вы в секунду проезжаете 25 метров. Соответственно, встречный автомобиль, если едет 90 км в час, он только же проезжает. Значит, вы начинаете приближаться к друг другу со скоростью 180, да, 90 умножаем на 2. То бишь за одну секунду времени вы встаете ближе к друг другу на 50 метров. То есть если я вижу повороты буквально 300 метров, если оттуда кто-то выскочит, у вас всего лишь будет 6 секунд времени. Вот смотрите, появилась машина, считайте. 3, 4, 5 и все, мы бы сейчас уже с этим волей встретились. А теперь давайте частично вернемся к картинке, которая была в начале. 350 метров, вы 90, он 90. То бишь делим 350 на 50 метров. У вас получается 7 секунд. Почему я сказал в начале, что мы можем и успеть обогнать, и не успеть? Потому что за 7 секунд с кикдауном успеем, с правильным алгоритмом действиям успеем. Если без кикдауна, в горочку, да, еще делать неправильный алгоритм действия, конечно же, мы тогда не успеем. Поэтому видите, в одной и той же ситуации можно и успеть смело обогнать, можно и не успеть. А теперь я вам еще поставлю пример по правильности алгоритма действия, потому что это тоже обязательно нужно делать. То есть сначала мы будем как бы имитировать обгон, разгоняясь, а только потом выезжая навстречку. Это нужно делать в идеале, для того, чтобы выехать навстречку уже с приличной скоростью, для того, чтобы минимум времени быть на этой встречке. Чтобы времени на обгон у вас заняло чем меньше, тем лучше. А вторым примером мы сначала будем выезжать навстречку, а только потом начинать разгоняться. Вы посмотрите разницу. После практических примеров, я думаю, теперь вы понимаете, насколько важен алгоритм действий. Видите, насколько отличается у нас время нахождения якобы навстречки, когда мы делаем правильный алгоритм действий, когда нет. Ну что ж, ну а теперь вкратце повторяем, резюмируем, отвечаем на вот эти два вопроса. Что нам нужно для того, чтобы рассчитать время и ответить себе на вопрос, успеем мы обогнать или нет. Для того, чтобы ответить себе на данный вопрос, нам нужно, первое, уметь рассчитывать время и расстояние, время на обгон. Пожалуйста, упражнение номер один, которое я вам сегодня показывал. Второе, мы должны уметь оценивать и рассчитывать расстояние до встречного потока и его скорость. Упражнение номер 2 пользуемся и алгоритм действий Вам нужен обязательно правильный алгоритм действий Поэтому, как я уже вам показал на практических примерах В одной и той же ситуации с неправильным алгоритм действий можем не успеть обогнать Либо времени на обгон нам потребуется больше А с правильным можем успеть И времени на обгон потребуется гораздо меньше Не забывайте про, так сказать, физику То есть вы можете ехать на подъем, вы можете ехать с горочки Это все влияет Это равносильно Вот вы едете на велосипеде, вы крутите педали, вы газуете Вот вам в горочку тяжело крутить педали? Тяжело, вы начинаете замедляться. Если вы хотите поддержать ту же скорость, вы начинаете ускоряться. И самое главное правило, ребят, не забывайте про самые глаза, главное правило. Когда вы начинаете вот это все оценивать, если у вас есть хоть доля сомнения, вот мой вам совет, не надо обгонять. Как бы я вот эту фразу уже страшную говорил, что лучше опоздать в пункт назначения на 5 минут, на 10, даже на час. Но остаться в этой жизни, а не уйти из нее на 20 или 30 лет раньше. Да, я думаю, с этим все согласятся. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Поддержите лайком данный. Ну а я, как всегда, вам всем желаю удачи на дороге. Всем пока-пока.